Кто в семье главный? Тот, кто больше всех влияет на принятие решений или тот, у кого явная власть серого кардинала? Есть чудесная поговорка. В нашем доме главный папа, а кто у нас будет папа, решает мама. О чем спорят на самом деле мужчина и женщина? Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами в эфире. Ближайшие полчаса с вами проведу я, Оксана Мельничук. Здравствуйте. Исторически сложилась такая модель. Муж глава во всем, жена хранит домашний очаг и воспитывает детей. Ведь семья – это маленькое царство-государство, где все должно быть подчинено определенной иерархии. А быть может, разницы вовсе нет никакой. И в этом вопросе попробуем разобраться с психологом Еленой Шамовой. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, кто в доме главный? Насколько важно определить эту роль в семье? Вот очень хорошая, вначале вы сказали очень хорошую фразу по поводу того, что так исторически сложилось. И хочется опять же сказать, что у нас, собственно говоря, история, она, как и жизнь, она идёт вперёд и она меняется. Если ранее действительно было так заложено, так заведено в социуме, что, скажем так, более активную позицию в социуме играл мужчина, да, такой добытчик, а женщина – это хранительница домашнего очага, на ней весь домашний быт, уют, плюс воспитание детей, да. То есть вот этот вот момент. То сейчас, как мы с вами видим, да, то есть у нас прогресс не стоит на месте и, соответственно, что, ну так уж сложилось, не знаю, исторически, политически, психологически, что сейчас на данный момент мы видим совсем другую картину. Тогда, когда супруги, они одновременно в социуме активны, да, то есть и здесь тоже такой вопрос, когда мы говорим о том, что кто же чем должен заниматься, это скорее вот уже, знаете, такие пережитки домостроя, что вот женщина должна, а мужчина должен, да. Тут скорее про то, как вот нынешнее время достаточно непростое, когда меняются ценности, когда меняются постоянно ситуации, да, то есть мы не можем с вами не брать в расчёт то, что происходит в принципе, да, там, в мире, в стране и так далее. То есть на данный момент здесь важно соблюдать гибкость, то есть это про, скажем так, про то, как каждая конкретная семья, она относительно своих ролей и функций договорилась. И, ну, невозможно сейчас, да, чётко сказать, что ты вот должен вот это делать, а я вот должна вот это, потому что это скорее, это скорее будут наши такие ложные ожидания про то, кто что кому должен. А важно в такой функциональной семье, это тогда, когда мы договариваемся, тогда, когда мы приходим к одному какому-то общему знаменателю, и мы непосредственно в нашей семье распределяем определённые обязанности, ответственность. Елена, хорошо, тогда мне интересно ваше мнение, вот не только как психолога, но и как женщины, вот то, что вот эта историческая модель уже изменилась, и современные реалии совсем другие, это для семьи хуже или наоборот лучше? Они, получается, постоянно борются за власть. Ведь это, по идее, нехорошо. Если семья борется за власть, тогда вопрос, что за тенденция в отношениях? Как правило, вот это, знаете, как одна из таких часто встречающихся ошибок и достаточно таких сложных ситуаций, я бы даже сказала, трагичных. Тогда, когда пара начинает между собой выяснять, кто в паре прав, кто виноват, кто кому подчиняется, кто главный, кто второстепенный. Как я говорю всегда, кто умный, кто дурак. Дураком никто в семье быть не хочет. Поэтому, соответственно, всегда возникает вот эта вот борьба. Она будет либо прямая, либо она будет косвенная. То есть агрессия будет выражаться либо явно активно, либо она будет выражаться пассивно. То есть тогда, когда я напрямую говорю да и соглашаюсь, а по факту в реальности я говорю нет, то есть я не делаю, не исполняю, я не держу обещания и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что вообще-то на самом-то деле мы не договорились. И тема власти, она для нашей семьи, для какой-то конкретной, она очень актуальна. И тут вопрос, что действительно ли важно, чтобы кто-то был главный? Или, например, у нас есть какие-то определенные зоны, границы, которые мы поделили, за которые каждый отвечает. Я, например, отвечаю за вот эту зону, а ты вот за эту. Но опять же, если, например, в какой-то момент, допустим, та зона ответственности, которую я на себя беру, она, ну там, жизнь идет, да, ситуации меняются. И она начинает потихоньку слетать, я перестаю с ней справляться. Вообще семья — это команда, которая между собой договариваться о взаимопомощи. А не так, что, а, у тебя не получается, все, будем бить тебя, да, вот ты виноват в том, что у нас плохая, там, не знаю, обстановка или какая-то ситуация в семье. Ты виноват, значит, тебя и будем бить, да. То есть почему у нас многие до сих пор, собственно говоря, вот это пытаются дифференциацию и в семье создать, да, кто прав, кто виноват. Ну, потому что если ты виноват, то, значит, там что, тебе будут какие-то наказания, да, или там, ну, как-то будет просто с этой ситуацией как-то нужно будет обходиться. Поэтому в большинстве своём, как показывает практика, у нас, несмотря на то, что люди уже взрослые, давно выросли, они на себя вот эту ответственность и не берут до сих пор, да, то есть как бы не признают собственной вины. А если получается, что ты ответственность за ситуацию на себя не берёшь, в следующий раз она будет повторяться. Опять же, почему это такая ситуация, тенденция? Потому что в большинстве случаев советское, постсоветское воспитание, оно, собственно говоря, такое специализировалось на воспитании перфекционистов и нацистов. То есть вечер всегда правильный, всегда должен вот так-то, всегда идеальный. И, как правило, знаете, как, опять же, трагичность этой ситуации в чём? В том, что два перфекциониста, они же друг с другом, кто-то должен быть плохим. И всё время будет разыгрываться вот эта драма, кто у нас сегодня в нашей паре виноват, кто у нас там не так сделал и так далее. А ситуации, об которые пара может споткнуться в своей семейной жизни, их уйма просто. Есть определённые периоды кризисные, в которые пара должна передоговариваться, идти навстречу друг друга. А если я всегда прав, как я это называю, я всё время в таком белом пальто, то все вокруг будут виноваты тогда. Но ситуация меняться не будет. Ну и тоже тогда, знаете, как я говорю, скажем так, чисто психологическим языком, если в вашей паре всё время кто-то виноват, вопрос, зачем вам это? То есть что это такая за динамика семейной системы, когда у вас кто-то всё время виноват, и вот это, например, один какой-то вот участник. Ну что это? Зачем вам такой мальчик для битья? Что это значит? То есть когда кто-то виноват, есть кто-то прав. Прав, да, обязательно. Вопрос тот, кто постоянно прав, а он вообще ответственность на себя берёт или умеет признавать свои ошибки, или не умеет. Ну то есть насколько уровень в психической зрелости, да, либо он там совсем-совсем в детском возрасте застрял. И это, конечно, очень такие индивидуальные процессы семейные. Поэтому самое главное — это договариваться. Да, есть, например, такая идея о том, что там вот мужчина. Почему такая вообще идея, что мужчина, глава и так далее? То есть и определённое время вот такая роль мужская, главенствующая, она играла своё значимое место. Мужчина-защитник, мужчина-кормилец, женщина выходила за мужа, да, то есть замуж она выходила, и там замужем, когда каменной стеной, вот эти все метафоры и так далее. А почему потом поменялась эта ситуация? Потому что в какой-то момент определённый, да, скажем так, мужчина, который, ну, скажем так, условно пользуясь вот этой своей значимостью и главностью, начал выполнять роль, ну, говоря так метафорически, да, там, не царя-батюшки, как вот это принято, да, который такой ресурсный, добрый, который всех, собственно говоря, пожалеет, всех накормит, всех выслушает, и правильное мнение, правильное решение для семьи принято. А возникла такая, скажем так, другая роль царька, это мужчина, который, исходя из собственных желаний, исходя из собственных просто, ну, внутренних, там, не знаю, травм и всего остального прочего, да, то есть таких садистических направленностей, начинал, скажем так, в семье устраивать тот порядок, который нужен ему, то есть, да, это вот такой нездоровый эгоцентризм, когда всё будет просто так, как я сказал, потому что я мужчина, да, это вот такой вот тиран, деспот, да, такой психопатичный такой мужчина, и по факту, скажем так, отдавать власть такому мужчине, женщине, опасно, почему женщины начали перетаскивать больше власть на себя, потому что, ну, скажем так, ни для кого не секрет, что такая позиция, она за собой несёт не только морально, но и физическое насилие со стороны мужчины, да, ну, то есть, получается, что границу в данном случае, в данной семье очень жёстко нарушили, после этого женщинам стало страшно отдавать власть вот так целиком и полностью мужчине, просто потому что он мужчина, да, то есть нет доверия, такое базовое доверие, оно, ну, скажем так, в нескольких поколениях было подорвано, и поэтому, скажем так, вот эти все разговоры о том, что вот, женщины начали брать на себя несвою ответственность, соревноваться с мужчинами, там, конкурировать и так далее, ну, опять же, вопрос нужно понимать, как и почему это возникло, да, ну, скажем так, в здравом умеет трезвая память, и ни одна женщина не будет конкурировать с мужчиной, зачем? Елена, скажите, а что значит быть главным? Решать финансовые задачи или следить за моральным климатом в семье? Ну, кто больше зарабатывает, тот и главный? Да, вот это как раз-таки тоже очень такой важный, значимый вопрос, в чем главность распределяет, то есть каким образом иерархия в вашей семье, она выстраивается, да, то есть, ну, грубо говоря, главный тот, у кого денег больше, тот, кто их зарабатывает, либо главный тот, у кого силы больше, да, и, ну, то есть, как бы, и вот это вот, опять же, вопрос про главность, что это значит, кто такой главный? Вообще-то главный, это тот, кто больше на себя берет ответственности за те происшествия в семье, которые происходят, да, это опять же, вот возвращаемся к вопросу внутренней такой психической зрелости, потому что главный, значимый, это не только тот, кому все подчиняются, и тот, по чьей указке семья живет, да, то есть, вот я, как я сказал, да, там и сказала, так и будет, главный вообще, это тот, кто понимает, скажем так, ну, сколько вложений, сколько ресурсов требует семья, понимает, на самом деле, что один он в семье ничего не сделает, потому что все-таки это, я же говорю, это такая командная работа, должен быть партнер, который поддерживает это все, вот, и главное, это тот, кто понимает всю степень ответственности. На самом деле, вот эта вот тема с главностью, я говорила, да, вот уже про власть в семье, вот про власть и про главность, это такие вещи, которые между собой где-то сходятся, где-то нет, потому что главный, как правило, это тот, кто еще и всю ответственность будет на себя, собственно говоря, забирать, ну, и за все отвечать. Если в семье, ну, опять же, такой принцип, что кто-то прав, а кто-то не прав, то семья не договорится, опять же, да, не должно быть вот этих вот подводных камней, ловушек, из-за которых человек, ну, то есть, скажем, в которые семья или кто-то из партнеров попадает и становится, ну, вечно крайним. Такого вообще не должно быть, да. Наша задача — это про что? Даже не выяснять, в принципе, кто прав, кто виноват, а в сложившихся ситуациях понимать, что с ними делать, разрешать их, не просто выяснять, кого мы любим, кого мы караем, да, а сделать так, чтобы в следующий раз не произошло повторение. Сделать выводы определенные, да, каждый понимает границы собственной ответственности личной в семье и, собственно, не допускает следующего повторения этой ситуации. Елена, а если так вышло, что женщина зарабатывает больше, как это может отразиться на семейном климате? Тут вопрос о том, как вообще семья с этой темой обходится, с темой финансов, потому что сейчас очень много принято об этом говорить и что, да, ну, там, скажем так, мужские ораторы часто говорят о том, что этого не должно быть, иначе мужчина чувствует себя тряпочкой там и так далее. А если, например, мужчина больше зарабатывает, то женщина будет чувствовать себя, то, что ею пользуется и всё остальное прочее. Да, то есть здесь, конечно, ну, очень хочется говорить про баланс с одной стороны, ну, это про идеальную картину, когда всё на равных. Но по факту вопрос, как возникает, опять же, передача власти или передача значимости, когда в вашей семейной системе кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Есть ли это значимость? Потому что если это вот по типу, знаете, кто сильнее, тот и прав, ну, вот, да, затем мы идём, тот принимает решение, у того больше возможностей семье. То есть тогда это уже про, ну, такое отсутствие экологии. Потому что тут вопрос, что если, например, женщина больше в семье зарабатывает, да, там, точно так же, как у мужчины, вот, не обязательно, да, циклиться на гендере. А, понимаете, здесь вопрос, как это строится. Например, у женщины есть, если в данном примере, может быть, у неё есть такой принцип пахать. Вот её научили так, да, то есть она не может, скажем так, выдерживать границы между работой, семьёй, потому что это очень сложно в балансе держать, да, границу рабочую, границу семейную, да, границу личную, всё. Это очень сложно. Например, она, скажем так, единственное, что у неё хорошо получается, она очень-очень-очень-очень-очень-очень много работает. И тогда, конечно, с её стороны, из-за того, что у неё большое количество напряжения, раздражения и усталости, она будет, собственно говоря, каждый раз цеплять своего мужа, потому что он ничего не делает, да, либо там мало зарабатывает. И тогда вопрос, а как у них на семейном совете тема финансов вообще обсуждается? То есть как у них вот этот вот, как сказать, вот их семейный бюджет, да, вот этот пресловутый, из чего и как он складывается? Вопрос, а может ли женщина позволить себе работать столько, сколько она хочет, да, и а не, допустим, там, пересиливать? Не нарушаются ли там, собственно говоря, вот эти вот границы? Ну, то есть, опять же, почему и как нарушился баланс? Елена, роль женщины-домохозяйки, когда она дома, готовит завтрак, обед, ужин, занимается детьми, она может как-то принизить её значимость в семье, эта роль? Ведь часто женщины говорят, я деградирую дома, муж не обращает на меня внимания. В таком случае что делать? Если женщина понимает, что ей роль домохозяйки, она не приносит удовольствия, да, то есть это получается, ну, с одной стороны, такое, она как мать, как хранительница очага, она реализовывается, но с самой реализацией профессиональной в данном случае не происходит. И если она чувствует в этом потребность, а как правило, так и происходит, да, что, ну, как бы реализация, она имеет место быть. Опять же, по разным на то причинам. И одна из тех причин, это как раз-таки, насколько в семье это тоже было в паре обсуждаемо, да, что, допустим, ты находишься дома, занимаешься детьми, да, то есть, а я, допустим, что, я, опять же, там, не только приношу, собственно говоря, да, финансы в дом, но я, например, тебе, ну, в смысле, как муж, да, я, а я тебе ещё с детьми помогаю, то есть, чтобы понимались вот эти вот границы, да, что это не только вот ты вот этим чётко занимаешься, а я только вот этим, да, потому что, на самом деле, в такой ситуации происходит перекос, потому что, если женщина занимается детьми, только детьми, да, а мужчина занимается только работой и какими-то вот такими процессами социальными, вопрос, насколько его роль в семье, она тоже, насколько он в семье участвует, потому что, кроме мамы, у детей есть ещё папа, это раз, во-вторых, в любой семье включение мужчины, мужская ответственность заключается не только в наличии финансов, то есть, не только в том, что он как денежный мешок там выступает, да, потому что есть определённые процессы, где мужчина должен решение своё озвучивать и принимать участие, потому что, ну, там, тоже воспитание детей, тоже формирование каких-то семейных ценностей, не знаю, проведение домашнего досуга, отдыха и всего остального прочего, где родители либо партнёры, они должны выступать как пара, да, и, соответственно, если, там, дорогие женщины, вам супруг говорит, моё дело зарабатывать деньги, а ты с детьми сама разбирайся, вот тут вас он соответственностью, ну, скажем так, очень сильно подставляет и накалывает, вот хочется сказать, прям, вот не ведитесь на это всё, потому что участие мужчины в семье так же важно и необходимо, как и ваше женское, да, и в воспитании детей в том числе, как я всегда говорю, зачатие происходит при участии двоих, а не при участии одного, да, собственно говоря, поэтому и в воспитании детей, формирование семейных ценностей, культурных ценностей, участвуют два партнёра, два родителя, поэтому здесь вопрос, что, например, когда женщина начинает, сгребает на себя только всё это, она, конечно же, утомляется, и в какой-то момент возникает вопрос о том, что, может, я пойду поработаю, мне легче будет, да? Это точно, да. Вот это тоже, и вот это тоже такой один из, знаете, одна из таких ловушек, потому что, выйдя на работу, да, то есть к ней ещё добавляется определённая ответственность, то есть она не только как там жена, мать, хозяйка, она ещё выходит на работу, и там есть ещё ответственность работника. Вопрос, а где её личные границы? Вот во всём этом пространстве, да, соответственно, если они не будут сохраняться, то там и эмоциональный фон будет ухудшаться, и напряжение, и тревога будет расти, и раздражительность, и, ну, скажем так, мама начнёт срываться и на детей, и потом и на папу, да, то есть как бы эмоциональный фон будет истощён. Поэтому тут вопрос, да, что, ну, да, действительно самореализация женщины важна в плане работы. Вопрос, как это будет непосредственно конкретно в данной семье обсуждаться, и как это будет формироваться. Скажите, вот ведущий или ведомый? Это уже ведь не только про любовь, это может быть и про характер, я правильно понимаю? То есть если человек, он всегда ведущий, то он и в семье, соответственно, будет занимать такую роль и наоборот. Ну, знаете как, это может быть и так, а может быть и нет. Потому что, допустим, мужчина-лидер на работе, к примеру, или женщина-лидер на работе, да, которая ведущая, которая ведёт, которая гиперответственная, у неё там подчинение столько человек и так далее, она как раз-таки может дома наоборот разворачиваться другой своей частью, да, там такой, например, беззащитной, либо инфантильной. И вот это чаще всего происходит, вот я же говорю, вот тот пример, который в предыдущем вопросе, да, мы обсуждали, когда мужчина говорит, я, да, приношу, там, я зарабатываю деньги, я устаю на работе, ля-ля-ля, у меня много ответственности и так далее. И он приходит домой и говорит, а вот тут вы меня не трогаете, я вот здесь отдыхаю. Я вот там устала, вот тут я сюда отдыхать пришёл, да. И тогда возникает вот этот вот диссонанс о том, что, ну, супруга, вообще-то, когда он переходит с работы, она ждёт поддержки, внимания, тепла, ласки, а он всё, он отдыхает, его не трогаете. И получается вот этот перекос, что тогда, когда он ведущий на работе, он, получается, что больше хочет быть таким ведомым, да, или таким, ну, расслабленным, то есть инфантильную свою часть он хочет проявлять в семье, да, потому что если гиперответственность проявляется в работе, это вот как раз-таки у нас чаще всего связано с людьми, которые занимают руководящие должности, да, там посты всевозможные, где много ответственности, они действительно хотят прийти и дома или там в отношениях свою инфантильную часть проявить, сказать, а вот тут вы обо мне заботьтесь, вот тут я, вот тут не могу, я вот всё там отдал, а вот здесь вот я не могу. Вопрос тогда, что, а на чём ваша семья будет, отношения держаться? Елена, к сожалению, эфир наш заканчивается, но один вопрос я ещё хочу задать. Вам, как специалисту, как психологу, насколько часто приходят пары с запросом, кто главный, пары, которые не могут определиться с ролью в семье? С запросом, кто главный, чаще всего, слава богу, они не приходят. Они приходят, как правило, с конфликтами, с ссорами, в предразводном уже таком состоянии, когда говорят, мы не можем договориться, мы не можем договориться, у нас не получается и так далее. И когда начинаешь потихонечку разматывать эту ситуацию, оказывается, что там на поверхности вот все эти конфликты, причём конфликты чаще всего какие? Когда ты спрашиваешь семью или пару, о чём вы ругаетесь, про что вы ругаетесь? Они говорят, да у нас каждый раз это какой-то из такой мелочи происходит, да, то есть там из чего-то такого. То есть они чаще даже не могут сказать конкретно, что, почему и как. То есть это просто скапливается напряжение неосознанно, и, в общем-то, пара разыгрывает ссору, и в ссоре происходит аффект. Но опять же, вот с таким запросом часто, ну это про то, что семья будет, если она работает, они договорятся, и у них всё будет хорошо. Семья, которая приходит, например, на консультацию и с подтекстом, вы объясните, пожалуйста, моей жене, что я прав, а она просто не догоняет, потому что она засиделась дома, я лучше знаю в этой жизни. Такие пары, если честно, я на терапию не беру изначально, потому что моя задача, чтобы семья работала командой, а не для того, чтобы в паре чётко было видно, кто умный, а кто дурак. Поэтому, скажем так, правых и виноватых в отношениях парных, то есть вот такая позиция, это позиция не экологичная. Тогда, когда они понимают, что каждый сделал для того, чтобы эта ситуация случилась или не случилась, сделал свои выводы, взял на себя ответственность и дальше не допустил подобной ситуации. Елена, спасибо вам большое. Получается, что вам как специалисту уже сразу видно, у какой пары есть дальнейшая совместная жизнь. Ну, знаете, может быть, видно не всегда, но, скажем так, напрямую я всегда им об этом говорю, о том, что если бы вы пришли для того, чтобы получить поддержку в том, что вы правы, а не прав супруг или не права супруга, то это не ко мне. Я в треугольники не захожу. Это называется треугольник драмы в психотерапии или треугольник Карпмена. То есть если вы хотите наладить отношения между собой, я помогу со своей стороны, а кого-то обвинить, наказать, а кого-то, собственно говоря, власти приподнять, это не ко мне. Елена, спасибо большое. Вопросов, к сожалению, еще осталось очень много, но эфир заканчивается. Спасибо за полезную и интересную беседу. Вам хорошего настроения. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Мужчина и женщина от природы не одинаковы, поэтому естественно, что роли у них разные. Жена питает семью своими эмоциями. Муж успокаивает излишек эмоций своим уверенно, мужественным и сильным миром. Но для плодотворной и качественной работы кто-то обязательно должен взять лидерство, а кто-то уступить. Возможно и так. Главное, уважайте друг друга, любите и берегите самое ценное ваше маленькое государство. А мы обязательно встретимся и поговорим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова